Расположенная на окраине города Петропавловска, линейная производственная диспетчерская станция Петропавловска осуществляет транспортировку дизельного топлива по трубопроводу и его налив цистерны. Станция входит в структуру российской компании «Транснефть», которая в этом году отмечает 30-летие с момента создания. В канун юбилея на станции Петропавловск завершились масштабные работы по модернизации оборудования. Были реконструированы два резервуара, каждый из которых вмещает по 5000 кубических метров дизельного топлива. Этого достаточно, чтобы заправить несколько десятков тысяч автомобилей. Главная задача при реконструкции – обеспечение максимальной надежности. От коррозии внутреннюю и внешнюю поверхность резервуаров предохраняет специальное покрытие. Защитный кран предотвращает попадание нефтепродуктов в почву. И, конечно, резервуары подключены к автоматической системе пожаротушения. Они прослужат не менее полувека, а межремонтный интервал составляет 20 лет. Станция Петропавловск – одно из старейших предприятий нашего города. Первый налив нефтепродуктов произвели здесь почти 70 лет назад – в декабре 1953-го. «Единственная акционерная общественность – транснефтьурал железнодорожный эстакады эксплуатируется на территории Петропавловск, где ежесуточно производится налив нефтепродуктов для потребителей средней и центральной Азии». На эстакаду цистерны подаются по железнодорожной ветке. Недавно она также была капитально отремонтирована. Особое внимание при этом уделили защите от электростатического заряда. Были заменены заземляющие устройства, благодаря которым процесс наполнения цистерн полностью безопасен. В последние несколько лет оснащение станции поднялось на новый уровень – благодаря инновационному оборудованию и передовым технологиям. Например, внедрение единой лабораторно-информационной системы значительно повысило эффективность контроля качества нефтепродуктов. Планомерная и методичная замена оборудования повышает эффективность работы станции Петропавловск. Модернизация производственной инфраструктуры будет продолжаться. Алишер Ашимов, МТРК